Добрый день, уважаемые телезрители, в эфире канала 16, передача «Актуальное интервью». Я и ведущий Пётр Смирнов, а у меня в гостях председатель городской думы города Сарова Антон Сергеевич Ульянов. Антон Сергеевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. В чем была основная задача этой стратегической сессии, какие цели ставили при собой участники и организаторы? Речь идет о стратегической сессии, организованной по инициативе руководства госкорпорации «Росатом» и корпакадемии «Росатом». Инициатором фактически выступил лично Алексей Евгеньевич Лихачев. Еще в марте этого года мы собирались в Москве, присутствовал глава города Максим Иванович Девяткин, финансовый директор ядерного центра, в Москве на форуме городов, форуме атомных городов, где выступил с таким серьезным заявлением Алексей Евгеньевич Лихачев. И в своем этом выступлении он затронул тему стратегии развития атомных городов. Городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Теперь этих городов стало 28, к ним присоединился совсем недавно город «Энергодар». И речь шла основным образом о том, что стратегия развития городов должна соответствовать стратегии тех предприятий госкорпорации «Росатом», которые находятся на территории этих городов. Нас это касается в наибольшей степени, потому что Российский Федеральный Ядерный Центр предприятия «Градообразующая». Наибольшая доля трудоспособного населения занята именно на этом предприятии, работает в Российском Федеральном Ядерном Центре. И экономика города, ядром экономики города является, конечно же, ВНИЭФ. И понятно, что стратегия развития ВНИЭФ должна быть увязана со стратегией развития города. Объясню на простом примере. Предположим, «Градообразующее предприятие начинает расширять сферу своей деятельности». И предполагает в течение короткого времени набирать достаточно большое количество персонала под какую-нибудь новую задачу. И тут же нужно понять, это специалисты, какого уровня это специалисты. Многие наверняка из них, их нет на рынке труда в городе, они будут привлечены извне. Где их расселить? Где их дети будут учиться? В каких учреждениях они будут получать медпомощь? И вот это все сразу же нужно увязать. Потому что если они будут жить, нужно строить жилье. Если это будут служебные квартиры, нужен этот фонд. Как должна развиваться городская инфраструктура? Может быть, какие-то сервисы должны новые появиться? Или обратная ситуация, наоборот, вдруг где-то предприятие, наоборот, уменьшает объемы своей деятельности. Мы понимаем, что на рынок труда выйдут сотни, может быть, тысячи людей, которым нужно предоставить работу, которых нужно занять. Это тоже должно учитываться. И было произнесено, что давайте пересмотрим те существующие стратегии социально-экономического развития наших городов для того, чтобы привести их в соответствие, чтобы горизонты планирования совпадали. Потому что мы знаем, что горизонты планирования госкорпораций, предприятий госкорпораций, они достаточно далекие. А города, как правило, планируют бюджет у нас трехлетний. Некоторые планы развития инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры на 5 лет вперед или на 10. Какие-то иные планы, те же стратегии, которые потом эти планы собирают в себя, тоже... Ну и тут еще немаловажными являются избирательные циклы. То есть, условно говоря, голова и дума работают 5 лет. Пятилетние циклы, да. И в этом смысле мы, конечно, никогда в такой постановке, мы, конечно, принимая стратегию социально-экономического развития, которая, кстати, у нас на сегодняшний день актуальная аж 2018 года, и она не пересматривалась с тех пор. Хотя в начале вот седьмого созыва Думы мы говорили о том, что стратегию нужно актуализировать. Но тогда решили, что, может быть, не стоит этим заниматься, может быть, надо позаниматься решением тактических задач. Но сегодня есть такое цель и указание, и, на мой взгляд, это очень важно, потому что с 2018 года мы знаем, что произошла пандемия, пандемия, наступила специальная военная операция, в Сарове мы начали строить национальный центр физики и математики. Мир изменился совершенно, в Сарове появилось много нового. Так, банально, границы изменились. Да, кстати говоря, границы города изменились. В стратегии это все не учтено, и нужно ее сегодня пересматривать. И, конечно, вот этот аспект, что ее нужно принимать в увязке, во взаимоувязке со стратегией развития РФАЦ в НЕФ, вот это тоже такая новелла, и мы должны сегодня сделать эту работу. Так вот, в молодежном центре как раз собрались представители депутатского корпуса, городской администрации, ядерного центра, общественных объединений, заметных в городе, но немногочисленных. Вот я как раз хотел сказать, что немногочисленные, это не широкое обсуждение. Мы, организаторы этого мероприятия, и не стремились сделать обсуждение широким. Мы должны были запустить процесс среди людей, которые в городе так или иначе принимают решение. Запустить, обсудить, как мы будем разрабатывать и принимать эту стратегию. Нам выпала большая честь. Шефство над Саровым взял лично Алексей Евгеньевич Лихачев. Каждому городу дают своего наставника в этом процессе. И в ближайшее время Алексей Евгеньевич Лихачев приедет в город, и он хочет услышать, как Саров организует весь процесс по принятию этой стратегии. У меня вопрос по самой сессии. Какие темы обсуждаются? Помимо того, что надо взаимовязать стратегии, какие-то уже детальные обсуждения проходили? И вообще, какие предложения давали рабочие группы? Ведь наверняка рабочие группы работали. Я сейчас скажу об этом. Значит, первое, о чем мы говорили, это очень важная история вообще сегодня для любого города. У города должна быть своя миссия. Своя некая уникальная изюминка. Своя большая задача. И вот приводился простой пример. Когда мы говорим «культурная столица России». Мы не знаем название этого города, мы сразу знаем, что это Санкт-Петербург. Значит, и целый ряд городов имеет свое лицо. И вот задача возникла. Давайте уберем название городов, атомных городов, увидим вот эти их миссии, вот эту их уникальность, прочитаем и сразу поймем, где что. Вот что такое Саров. Сегодня есть много разных вариантов, но вот это самое важное. Найти вот эту нашу изюминку, и она станет нашим брендом в определенной степени. Она станет той точкой притяжения, которая позволит сюда привлекать людей. Нам нужно определиться с целью города. Вот если есть миссия, это некая высокая, есть конкретная цель. И есть конкретные приоритетные направления, которые нам нужно реализовать, которые нужно развивать, чтобы достигнуть этой цели для выполнения этой миссии. Вот этому должна отвечать стратегия. На сессии было 4 рабочие группы. То есть это 4 важных направления, в рамках которых мы уже будем работать и которые будут вырабатывать конкретные предложения. Это городское управление, управление городом. Это направление городская среда. Оно на повестке сейчас постоянно, но мы должны говорить о современной городской среде. Образование. То, что тоже очень важно. Тоже мы говорим об актуальных направлениях в образовании. И мы говорили о городских событиях, о наполненности города. Событийности, да? Да, да, да. То есть какая-то активность. Потому что, когда мы там часто эту тему затрагивали, говорили, вот городская среда. Но когда вы построили в городе прекрасный сквер, но не наполняете его ничем, то есть туда просто люди могут прийти, быть там предоставлены сами себе, это, конечно, не очень хорошо. То есть если мы создаем какое-нибудь пространство для молодежи, мы все равно должны давать туда еще и события, какие-то мероприятия, праздники, фестивали, флешмобы, все что угодно, все, что должно, туда привлекать людей и создавать там вообще какое-то живое пространство. Вот. Четыре этих направления. И в этих направлениях сейчас будут делаться уже более широкие рабочие группы, которые будут, ну, по всей видимости, давать свои предложения. Причем предложения какого сорта? Нам нужны быстрые победы и решения, которые не требуют больших ресурсов, но которые можно реализовать и сразу увидеть эффект. И нам нужны длинные стратегические решения, то есть какое-то направление, которое не слишком быстро можно реализовать, но которое существенно поможет нам улучшить вот, или там выполнить некоторые задачи, приближающие нас к цели нашего города. То есть я так понимаю, что это не единственное и не окончательное мероприятие, а будет дальше расширяться и круг участников, и круг вовлеченных людей, да, и тех, кто действительно заинтересован в развитии города, но уже по направлениям. Без сомнения. Это очень важный момент, что мы как раз должны вовлечь в этот процесс чем больше людей, тем лучше. Если человеку есть что сказать, он обязательно должен об этом сказать. У него должна быть площадка, где он это скажет, должен быть какой-то формат, чтобы он высказался. И я думаю, что по разным направлениям это должны быть разные форматы. То есть если мы там говорим, есть формат стратсессии, есть форматы там фокус-групп, есть форматы каких-то опросов, есть, может быть, встречи с трудовыми коллективами, где можно там в диалоге что-то обсудить, или с какими-то общественными объединениями, либо с лидерами этих общественных объединений. Вот сейчас все это в городе должно на протяжении предстоящего года быть организовано и должно пройти. Это одна из задач, которая стоит сегодня перед нами. И завершаться весь этот процесс будет, ну, как это водится, решением городской думы по принятию этой стратегии. То есть администрация ее внесет уже обсужденную, раскритикованную, измененную, такую вот в широкие массы там опубликованную вот этот проект. И мы должны будем его принять. И дальше мы должны будем в эту стратегию встраивать все остальное, все наши дальнейшие действия. Да, давай по второй тогда поговорим. Сессия сюда приезжал с визитом Евгений Борисович Люлин, председатель законодательного собрания, но не один, а с молодежным парламентом Нижегородской области. Правильно же я говорю? Молодежный парламент. Это у нас палата, а у них парламент в области. И я так понимаю, что мероприятие, которое проходило в Доме ученых, оно тоже имело такой формат некого инсайта, то есть попытки взгляда в будущее именно вот с приложением через молодежь на нашу территорию. Вот я знаю, что ты в нем тоже участвовал. И расскажи, пожалуйста, поподробнее, какие там вопросы обсуждались уже вот конкретно молодежные вопросы. Мы давно уже, еще осенью, когда мы проводили наш молодежный форум силами молодежной палаты при Городской думе города Сарова, тогда мы встретились с председателем молодежного парламента Нижегородской области при Законодательном собрании Артемом Савиным и обсуждали визит в город Саров молодежного парламента Нижегородской области. Собственно говоря, да. Да. Обсуждали, и вот этот визит состоялся. Но мы еще тогда говорили, что это не должна быть просто экскурсия в город Саров. Конечно, ребятам, очень многим из региона интересно посмотреть, как мы здесь живем за колючей проволокой. Многие, да не многие, а большинство в Сарове никогда не было. И всем очень интересно. Ну и, конечно, нам всегда хочется в таких случаях город показать лицом, показать его с лучшей стороны. Но мы начали говорить о том, что давайте проведем этот визит с пользой для всех. И мы договорились, что проведем как раз в рамках этого визита стратегическую сессию на очень злободневную на сегодняшний день тему. Это подготовка высокопрофессиональных кадров для промышленности. Мы знаем, что сейчас каждый город, каждый регион, да и в глобальном масштабе страны борются за рабочие ресурсы. За мозги, в общем-то. И за мозги, и за руки, квалифицированные руки. Квалифицированные, да. И мы здесь не являемся исключением ни Саров, ни Нижегородская область. И в этом смысле тема, которую мы подняли, но не даром обсуждается именно здесь. У нас запустился Национальный центр физики и математики. у нас открылся филиал Московского государственного университета. И ядерный центр, часть его стратегии, она плотно связана вот с обеспеченностью кадрами. 250 только молодых специалистов ежегодно набирает ядерный центр, и эта цифра будет расти. Мы заинтересованы в подготовке этих высокопрофессиональных кадров. и ребята разбились на три группы, на три группы и обсудили тему школьного образования и профориентации со школы, вузовского образования или среднепрофессионального образования, и уже образование в аспирантуре. Когда уже на рабочем месте фактически находишься. Ну, кстати, аспирантура бывает и очная, не обязательно это связано с рабочим местом, но, тем не менее, уже такое образование верхнего уровня. Посмотрели, какие можно дать предложения, и очень интересные у них там резолюции прозвучали, значит, по результатам этой работы. Правда, Евгений Борисович сказал, что ничего нового он не услышал. Все, что предлагают ребята, если это в определенной степени и новое, звучит по-новому, но это хорошо забытое старое. То, что использовалось еще в советское время, через, например, школу наставничества, через которую Евгений Борисович сам прошел, он вспоминал свою молодость, как он пришел учеником токаря на завод, и как его наставник в течение достаточно короткого времени, по сути, еще ничего не умевшего молодого человека, вот, научил работать и производить продукцию, конкретную продукцию своими руками, вот, и, конечно, вот этот институт наставничества, а сейчас в России объявлен год учителя и наставника, к нему сегодня очень большое внимание, вот, это очень важный аспект, что сама молодежь говорит об этом, потому, что все инициативы, навязанные сверху, они, как правило, не очень хорошо принимаются. Так вот, возвращаясь к стратсессии, конечно, ребята пообсуждали, приняли решение, Евгений Борисович Людин подчеркнул, что принятые резолюции, это незавершенный процесс работы, все мы должны включиться в реализацию тех предложений, которые прозвучали на этой стратсессии. Но понятно, что ребята посетили у нас и Музей ядерного оружия, посмотрели то, как зарождался объект, как он превратился в город, какие задачи глобального масштаба здесь решались, посмотрели нашу и современную, современное положение дел, как сегодня работает институт, ну и, конечно, наш прекрасный монастырь посетили, посетили храмы в этом монастыре, тоже на них это произвело большое впечатление, как сегодня все это выглядит, но помимо работы с молодежью, в формате такого совещания с руководством города, института и депутатов законодательного собрания, у нас, помимо председателя ЗАГС собрания, еще были два председателя комитета, комитет по строительству, это Василий Иванович Суханов и Игорь Николаевич Наринков, комитет по экономике он возглавляет, комитет по экономике, да, это наши давние вообще-то товарищи, мы с ними очень плотно работаем вот в течение всего последнего времени, да и раньше, и мы погрузили наших уважаемых коллег, директор ядерного центра Валентин Ефимович Костюков лично обозначил серьезные, вот кстати, на сессии еще, вот важно подчеркнуть, финансовый директор Максим Иванович Девяткин сделал прекрасный доклад о развитии, о стратегии развития ядерного центра, он это рассказал и ребятам, и нашим гостям, почему это важно, потому что, с одной стороны, в регионе многие знают, что город Саров, он особенный, у него великолепная история, и что сегодня он динамично развивается и выполняет важные государственные задачи, не только те, которые нам поставили уже более там семи десятков лет назад, но и новые задачи, но может не знать актуального состояния дела, об этом мы сказали. И перспектив, что самое главное. Перспективы, но очень важный момент другой, есть стереотип сложившийся, но он, в общем-то, реален, конечно, что Саров живет чуть лучше, чем другие муниципальные образования региона и даже, может быть, там, России, но насколько сегодняшнее положение дел в городе, соответствует тому уровню задач, которые приходится решать на градообразующем предприятии. Ведь специалисты, которых надо привлекать на это предприятие, в том числе молодые, или уже не молодые, но с высоким уровнем компетенции, это специалисты зачастую мирового уровня, уникальные специалисты. Да, единичный товар, что называется. Единичный, штучный товар, да, на рынке труда. И город должен соответствовать. Перспективы развития города, текущее положение дел в городе должно соответствовать. Ну, я всегда говорил, что у нас город конкурирует, как минимум, там, с Москвой, да, за кадром, потому что надо из лучших вузов привлекать. Санкт-Петербургом, Казанью и Нижнем Новгороде. Конечно. Более 50% всех научных кадров на крупных средних предприятиях Нижегородской области сконцентрированы в Сарове. У нас здесь сконцентрированы серьезные специалисты, уникальные специалисты в разных областях. И чтобы эту концентрацию поддерживать, чтобы поддерживать качество этих специалистов, мы, конечно, должны развивать и город. А мы сегодня сталкиваемся с очень специфическими, кстати, проблемами, с которыми другие города региона не сталкиваются. Вот на прошедшем заседании, например, Городской думы Нижнего Новгорода мы всегда за ними поглядываем. Они приняли решение, когда в городе призваивается кому-то звание заслуженный ветеран Нижнего Новгорода, вместе с этим званием, начиная по-моему уже на протяжении многих лет выплачивалась, пусть скромная сумма, но для ветеранов всегда приятная, 5 тысяч рублей. Она давно не индексировалась в Нижнем Новгороде. Ее сделали на прошедшем заседании 10 тысяч. Мы же на нашем последнем заседании нескольким нашим горожанам присвоили звание заслуженный ветеран города, но не дали им ни копейки к этому званию. Почему? Потому что нам запрещено это делать. Потому что мы не имеем на это права. У нас есть известные ограничения, потому что мы за то. И с этими ограничениями не сталкивается ни одно муниципальное образование в регионе. И вот об этом тоже нужно говорить, что с одной стороны наша уникальность и уровень задач, которые здесь решаются, и уровень города должен соответствовать. С другой стороны, мы сталкиваемся со специфическими проблемами. Евгений Борисович Люлин на мой взгляд очень проникся этими тезисами. В хорошем смысле слова мы рассчитываем на поддержку, на некий лоббизм со стороны региональных властей. Мы понимаем, насколько высоким авторитетом даже среди законодательных органов власти регионального федерального уровня обладает Евгений Борисович Люлин. Это опытный человек. И заручившись его поддержкой, мы рассчитываем некоторые наши проблемы в городе решить. Станин Сергеевич, спасибо большое за это интервью, за подробный рассказ о прошедших событиях. Если у вас есть возможность, постарайтесь принять участие в будущих мероприятиях в рамках стратегического сессии, в рамках разработки стратегии города. Я думаю, у каждого найдется такая возможность. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Мы с вами увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин